И я приглашаю на эту сцену новую семью. Они вот через несколько минут уже будут обвенчаны перед небесами. Пожалуйста, где они? Давайте искренне порадуемся. Вам сюда. Итак, Артем и Мария, что-то вы далеко друг от друга. Как будто вы не рады друг другу. Или вы Господу место оставляете? Возьмитесь за руки. Вот, правильно. Вот так выглядит любовь. И нету сегодня мам, да? Да? Давайте тогда мы совершим этот акт сами. Однажды две ваши жизни загорелись. Мамы вас родили в каком году? В 82-м? В 78-м? Давай, ты зажги. Ты первый родился в 78-м, поэтому зажги эту свечку. Давайте аплодировать, друзья. Тяжело рождался, да? Давай, помогу тебе. Вот смотри, родился все-таки. Куда-нибудь вот на салфеточку. Теперь вы, прекрасная мадам, в 82-м. Четыре года вот он так... Давайте подождем, четыре года сейчас пройдет. Руки дрожат, видишь, боится. Не бойся, сестра. Еще раз надо. Это дьявол противится. Можно, если вы поаплодируете, наверняка получится у него. И определенное количество лет вот эти две свечи горели. Не знаю, ярко горели, тускло горели, не нам судить. Да, ну, жили эти люди, в принципе, может быть, никогда и не встречались, и не знали, что встретятся. Но, слава Богу, за Иисуса Христа и за церковь, да? Потому что место встречи изменить нельзя. Надо встречаться и надо жениться только в лоне церкви. Потому что только здесь правильные, богобоязненные люди, с которыми можно смело идти в будущее. Вы здесь или нет? Никогда не пытайся искать себе пару на моавицких полях. Всегда ищи ее в лоне церкви. И послушай, если тебя Бог спас в этой церкви, знай, что именно в этой церкви Он спасет и твою вторую половинку. Так вот, и сегодня, знаете, сегодня печальный день у вас. Знаете, почему? Потому что эти две свечи должны потухнуть. Вот я иногда думаю, Господи, а надо ли было мне потухнуть? Может, еще погореть? А потом думаю, а надо. И сегодня вы больше не имеете права. Вы подумаете, хорошо. Может быть, сейчас еще пока не поздно, мы все вернем. Оставим все как есть. И начнем с хвалы, служения, как обычно. Нет? Точно нет? Ну тогда берите две свечи, зажигайте одну и тушите их. Это двое похорон сейчас будет. Сегодня необычный день. Сегодня совершается таинство. Брак — это таинство. Двое становятся одной плотью. Мы не можем понять, как это происходит до конца, но это правда. Люди становятся похожими друг на друга. У них один путь, одно сердце, одна вера, один Господь. И пусть Бог поможет вам совершить это таинство. Потому что это очень важный шаг в жизни каждого человека. И знаете, друзья, у брака, я не устану повторять, есть символы. И символ брака — это кольцо. Кольцо. Кольцо не имеет своего начала и не имеет своего конца. Оно обозначает бесконечность. Почему? Потому что мы верим, что наши брачные союзы, они никогда не перестанут. Они имеют свое начало, но они не имеют конца. И поэтому кольцо — это символ брака. Давайте сейчас возьми кольцо своего будущего мужа. У вас наоборот все, да? Ну ничего, нормально. Давай, начнем с тебя. Я буду тебе на ушко шептать, а ты будешь повторять. Ладно, бери ее руку. На кой будешь руку одевать кольцо? На правое? А где у нее сердце? А зачем на правое одеваешь? У пастора где одета? Вот это называется влияние. Вместе с этим кольцом я отдаю себя тебе навсегда. Я обещаю любить тебя, заботиться о тебе, быть твоим покровителем. И священником в нашем доме. И царем для нашей семьи. Ты — это мой выбор. Мы будем вместе. Всегда. И ничто не разъединит нас. Во имя Иисуса Христа. Вместе с этим кольцом я отдаю себя тебе навсегда. Я обещаю любить тебя, помогать тебе, быть верной и быть вторым номером в нашей семье. Я буду верной женой и заботливой матерью для наших будущих детей. Для наших будущих детей. Ты — это мой осознанный. Мой осознанный. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Искренне говорят, чувствуете? Я сейчас заплачу. И знаете, друзья, христианский брак — это не отношение двоих, это отношение троих. Христос посреди нас. Что нас отличает от людей этого мира? Человеческая, вообще человеческий потенциал однажды заканчивается. Человеческая любовь, человеческие чувства, человеческое терпение — все однажды заканчивается. Если у нас нет отношений с Богом, то браки, в 10 браков разрушаются, из 10 браков 9 разрушаются в первый год. Все быстро закончилось и все. И надо искать что-то новое. Но если Бог будет посреди вас, ваши чувства останутся навсегда. И вы пройдете вместе эту жизнь, держа друг друга за руку. У нас, у христиан, есть тоже определенные ритуалы. Главный ритуал — это хлеб. Это символ ломимого тела Иисуса Христа. И вино, как символ его крови. И ты, как священник в доме. Когда в вашей жизни будут трудные моменты, они будут, я вам гарантирую. Пожалуйста, встаньте на колени, возьмите за руки, возьмите хлеб и вино и попросите Бога помогать вам. Потому что, если Бог будет созидать ваш дом, ваш дом будет устроен. Ваш дом будет полной чашей, и вы будете благословением. Давай сейчас соверши первую священническую молитву. Встаньте на колени. Поблагодари Бога за этот день. Возьми хлеб и вино и соверши первую вечерю. Господь, во имя Иисуса Христа, благослови нашу семью. Отец, я прошу Тебя, стань моей главой. Пускай Твой Сын Иисус Христос будет моей главой. А в нашей семье буду главой я. Во имя Иисуса Христа, созидая наш брак. Господи, будь с нами до конца наших дней на этой земле. Во имя Иисуса Христа, Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты однажды открыл мне глаза на этого человека. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты созидал наши отношения и был среди нас всегда. Аминь. Конечно. Сейчас все, что будешь иметь, сначала жене придется давать. Я же говорю, может, надо было остановить это все, пока не поздно. Давайте мы помолимся священнической молитвой, благословим эту семью. Господь, я прошу Тебя, мы знаем, что браки заключаются на небесах. И все, что Ты сочетаешь, никогда человек не сможет разлучить. И мы просим сейчас, Господь, Твоего сочетания. Пусть этот брак будет сочитан на небесах. Пусть этот союз будет обвенчан небесными нитями, чтобы никогда эти отношения не порвались и не закончились. Во имя Иисуса Христа, Боже, пусть будет Твое покровительство над этим союзом. Пусть будет Твое благословение во имя Иисуса Христа. Во всяком месте, во всякое время. Дай Ему способность быть главой в этой семье. И дай ей благодать, чтобы быть помощницей. Во имя Иисуса Христа мы соединяем этот союз с священническим благословением. И мы говорим, пусть двое станут одной плотью. И спасибо Тебе, Господь, за то, что мы видим чудеса, как люди находят друг друга, как они дарят друг другу любовь. Самое главное, что есть в нашей жизни. Благослови, Отец, во имя Иисуса Христа. И все доскажут Амэн. Ну что, друзья, я, как пользуюсь привилегией священника, объявляю новую семью Артем и Мария через вас. Правильно? И сейчас поцелую. Я не знаю, первый или не первый, мы сейчас попытаемся понять. Благодать. Еще раз благодать. Чего, короткая благодать такая. Благодать. Да, и вот я вижу много поздравлений. Вы можете пройти на эту сцену, друзья. Мы благословляем вас. В добрый путь. И пусть ваша семья будет образцом и будет доказательством любви к Христа и Церкви. Пожалуйста, будьте верными друг к другу. Любите друг друга и служите друг другу. Давайте скажем, благословляем. Раз, два, три. Еще раз. И еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok